Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня мы в гостях в театре Станиславский ком и будем говорить о том, что наши ребята, наши школьники, воспитанники Актерской школы Савельевых участвуют в окружном фестивале театральной Приволжья. И наши сегодняшние гости – руководители студии актерского мастерства Антон Савельев и исполнительницы главных ролей спектакля, которые участвуют в окружном фестивале, Валерия Каяхова и Дарья Фомина. Здравствуйте! Здравствуйте! Антон, давайте первый вопрос вам. Вы руководите актерской школой спектакль, поставленный с участием ваших воспитанников, участвует в окружном фестивале театральной Приволжья. Расскажите про этот спектакль. Что это за спектакль? Как давно он в репертуаре? Ну, это вот спектакль очень интересная судьба. Получается так, что... Как он называется? Спектакль называется «Оскар. Розовая дама» по повести Эрика Эммануэля Шмидта. Все правильно выговорил. А у спектакля достаточно интересная судьба. Почему? Потому что наша актерская школа состоит из нескольких групп, из нескольких возрастов. И ежегодно ребята показывают некую отчетную работу. Педагоги, актеры нашего театра. Просто зрители приходят и смотрят. И так получилось, что это тот спектакль, который мне, как художественному руководителю театра, показался, наверное, наиболее цельным, наиболее значимым и с точки зрения актерских работ, и с точки зрения того смысла, который там вложен, и с точки зрения актуальности звучания этого спектакля. И поэтому этот спектакль с этими потрясающими артистами мы взяли не просто, чтобы один раз дети сыграли, и мы про это забыли, а спектакль серьезно вошел просто в жизнь театра, в жизнь уже театра как цельного организма. И ребята его играют, играют здесь, на площадке. На спектакль продаются билеты. У него приходят люди, смотрят, ревут, плачут, смеются. Ну, так что мы здесь справляемся со своей задачей, мы дарим эмоции и наполняем, наверное, людей, зрителей, их сердца этой теплотой, добротой. То есть спектакль подготовлен не специально для фестиваля. Он давно в репертуаре театра. И сколько сезонов? Сейчас сложно оценивать сезоны, все смешалось. Но я думаю, сколько, года полтора мы его играем, да, это спектакль? Полтора? Или два? Второй год, да, играем? Второй год. Да, и спектакль уже успел побывать на фестивалях международных отдельно, не только на том, в котором мы сейчас участвуем. И с последнего мы приехали с лауреатом первой степени, с лучшей женской ролью. Я прав, да? Лучшая женская роль и лучшие воплощения. И лучшие воплощения, да. И сейчас вот мы участвуем в этом фестивале, посмотрим, что получится здесь. Кто играет в этом спектакле? Конечно, все строится вокруг ребят, вокруг наших маленьких звездочек. Они несут на себе основную нагрузку, но в том числе там есть и педагоги. Потому что там действуют не только дети, там действуют в том числе и взрослые. И мы были вынуждены в том числе оставить взрослых актеров. И это педагоги нашей студии, которые работают со своими учениками вместе на одной площадке. Такая прямая передача опыта. И я так понимаю, что в этом спектакле преемственность, да? Есть Валерия, которая раньше играла главную роль. Сейчас главная роль у Дарьи, да? Валерия, расскажи. И я так понимаю, что лучшая женская роль – это твоя. Я взяла лучшее воплощение роли Оскара. Так и написано в грамоте. На самом деле, занимательная история, потому что, когда мы готовились к фестивалю «Без крыши», мы пророчили, я пророчила Ольге Владимировне, педагогу по хореографии, а также исполнительнице роли «Розовые дамы» в спектакле. Я была уверена, что у нее будет лучшая женская роль второго плана. Так и сбылось. А она затем подходит к нашей руководительнице и спрашивает, а Лере дадут лучшую женскую роль или лучшую мужскую? А Ольга Геннадьевна сказала, ну это мы еще посмотрим, как бы до этого еще дожить надо. Потому что тогда еще мы не ставили таких серьезных надежд и серьезных ставок на участие в этом фестивале. Ну и в итоге получилось лучшее воплощение. Ну и я так понимаю, что Оскар – это мужская роль. Да. И у нас девушка играет мужскую роль. Вообще сложно играть мужскую роль? Я думаю, что лично для меня работа над ролью состоит в наблюдательности. В любом случае ты наблюдаешь за людьми. Лично я наблюдала за ребятами-одноклассниками, за мальчиками из фильмов 10, 11, 12 лет. И цепляла из них какие-то фишки, какие-то жесты, какие-то позы тоже с них брала. И каждый раз, когда я работала на спектакле, у меня прокручивалось. Так, вот это вот делал Рома, вот это вот делал Миша, а вот это вот делал Гарри Поттер. То есть всех собрала, опыт всех своих знакомых. Дарья, а теперь ты играешь Оскара. Как ты готовилась к роли? Так же, как Валерия? Или у тебя свой опыт? На самом деле я совершенно не готовилась. То есть мне дали роль, и постепенно, когда мы репетировали спектакль и ставили на нее сцены, я вживалась в эту роль. И уже начала чувствовать этого мальчика. Ну, так и получилось. Вот со временем я больше, наверное, уже не наблюдаю. В общем, мне кажется, я уже привыкла, и то есть тот мальчик, который у меня получился, допустим, год назад, он остается. Ну, он, конечно, совершенствуется, ну, наверное. Расчет. Возможно. Ну, а так, да, все. А не сложно играть девочке, играть мужскую роль? Я еще никогда не играла женскую роль. То есть я играла, но играла второго плана. То есть главные роли у меня всегда были мужские. И, конечно, бы хотелось сыграть женскую роль. Поэтому мне, наверное, вот в роль Оскара было, ну, не так сложно вжиться. И, ну, это уже пошло как, я не знаю, ну, постоянно. Ну, я уже привыкла. Антон, скажите, а что значит для вашей школы, для вашей студии участие в таком окружном фестивале, как театральный при Волжье? Ну, конечно, это возможность показать себя и посмотреть на других. То есть, в первую очередь, любой фестиваль, на мой личный взгляд, преследует целью некий обмен опытом. Некое выравнивание, скажем так, уровня, чтобы понять, где ты находишься по сравнению с другими коллективами. Так что, в первую очередь, для нас это показать себя, посмотреть на других. Наверное, нам будет очень приятно, что если оценят, мне будет, как художественному руководителю, если оценят, конечно, Дашу. Если она что-то выиграет, я думаю, я буду счастлив, безумно. Вот. Ну, так что мы с удовольствием принимаем участие в этом фестивале, потому что он от нас многого и не требует. Мы отослали видеоматериал и дальше ждем уже, собственно, результат. Угу. То есть фестиваль проходит онлайн и будет какой-то компетентный жюри, который будет оценивать вашу работу? Там два жюри. На этом фестивале есть профессиональный жюри, который выносит свою профессиональную оценку всем коллективам. И, то есть, есть профессиональный приз от коллег по цеху. И есть то, что раньше называлось призом зрительских симпатий, но там сейчас очень интересно устроено голосование. То есть за свой регион нельзя голосовать. Можно, как в Евровидении, голосовать только за другой регион. И таким образом есть еще некий такой приз зрительских симпатий. Из этих двух наград потом формируется уже итоговый результат. То есть будет площадка, на которой будут загружены все спектакли участников окружного фестиваля. И можно смотреть, даже если не проголосовать за своих, то, наверное, как-то оценить уровень мастерства всех участников. Да, конечно. Они уже выложены. Они уже выложены в Ютубе, насколько я помню. И на сайте непосредственно организаторов. Ну и таким образом можно видеть уровень участников Чувашской Республики. И у нас, я насколько знаю, два театра участвуют в театральном Приволжье. Да, это студенческий театр «Абрикосовый сад», где я тоже являюсь преподавателем. Так уж получилось. Странно, но факт. Нет, на самом деле я везде как художественный руководитель. То есть у того спектакля есть свой режиссер-постановщик. И у «Оскара», и у «Розовой дамы» тоже свой режиссер. Я просто даю некое оформление, некое направление. Там студенты. Да. А здесь еще школьники. А здесь дети, да. Сложно работать с детьми? Сложно их готовить? Очень тяжело. Нет, на самом деле, Даша и Лера – это уже опытные артисты. Наверное, спектакли 50-го уже в общей сложности за вашей спиной есть. Я очень горд, что вот наша театральная школа, что наши корни, откуда мы себя ведем, какую педагогику мы проповедуем, какой взгляд мы проповедуем, доказывает некую свою, наверное, эффективность такими потрясающими актерскими работами, которые можно увидеть в наших спектаклях. Самое главное, самая некая миссия, некая сверхзадача, как я вижу, это чтобы все-таки вот из этих ребят, это мечта, чтобы из этих ребят получилось что-то, что позволит этой театральной традиции, нашей театральной традиции продолжиться во времени. Вот я, кстати, вы предвосхитили мой вопрос. Видите ли вы их в будущем актерами, актрисами? Или вот какое профессиональное будущее вы для них видите, прочите, желаете? Я считаю, что они уже актрисы, причем состоявшиеся. Я держу кулачки. На самом деле, мечтать всегда, с одной стороны, страшно. То есть нагружать надеждой себя, ответственностью ребят, что, ребята, вы должны стать актрисами. Конечно, в первую очередь я хотела бы пожелать, чтобы у них все в жизни получилось, чтобы они прожили насыщенную, творческую, счастливую жизнь. Но если они вдруг пойдут в это нелегкое дело, в искусство, в театральное искусство или в любую сферу исполнительского искусства, будь то хореография, будь то вокальное исполнение, я буду держать за них кулачки. Вас назвали состоявшимися актрисами. Видите ли вы себя в будущем актрисами? Валерия. Я планирую стать хорошим человеком. Ну это достойный ответ. А в профессиональном? Честно сказать, моя сейчас самая большая мечта, к которой я иду, это стать режиссером, театральным режиссером. Потому что я хочу создавать миры. Угу. Прекрасно. Дарья, твое желание в будущем? Я, наверное, больше хочу стать певицей, но, конечно, я буду совмещать профессию певицы и актрисы, ну потому что, ну, нельзя забрасывать это дело, и нужно как-то его продолжать. Прекрасно. Ну, нам остается пожелать успехов вам на окружном фестивале театральное Приволжье, призвать телезрителей найти на ютубе площадку окружного фестиваля театральное Приволжье. Если не проголосовать за наших участников, то хотя бы посмотреть этот спектакль, или прийти в театр, посмотреть воочию. Спасибо вам большое за внимание, и я надеюсь, что у нас все получится. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok